Господь защитит у живота моего, от кого устрашусь. В 10 вечера в храме усыкновения главы Иоанна Предтечи началась праздничная служба. Затем священнослужители прошли к Иордании, чтобы осветить воду и помолиться. Спаси Господи и помилуй великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего Теркуя Московского и сияруси высокопреосвященнейшего Аксия, архиепископа Дольского или Берецкого. Сохрани Господи. Господу помолимся. Обычай омовения уходит глубоко в историю, когда в реке Ордан крестили Иисуса Христа и на него сошел святой дух в виде голубя. В наши дни верующие окунаются в купели, следуя традициям. Эта купель в деревне Калиновка собирает тысячи верующих. Уже к полуночи здесь выстроилась очередь из желающих осуществить это таинство омовения. Многие люди с опытом, такое впечатление, что им совсем не холодно. Это очень жарко, тепло, замечательно, прекрасно, для здоровья. Трудно передать словами, но на самом деле, когда морозы, крещенские, тогда лучше. Сейчас холоднее чувствуется. А так, не знаю, просто всем советую попробовать. Не могу пересказать как-то другими словами сейчас. Ну а с духовной точки зрения? С Верой. С праздником. С праздником, красиво. Веселая, бодрая, легкая, довольная. Как вода в этом году? Отличная вообще. Не холодно? Нет. В этом году таких мест для крещенских купаний в Ленинском городском округе было 9. Все они оборудованы для комфортного пребывания верующих. Отапливаемые шатры, где люди могли переодеться, соблюдение технической безопасности. За процессом наблюдали спасатели. А для тех, кто омовение уже осуществил, возле шатров волонтеры партии «Единая Россия» угощали сладким чаем. Девчонки, что у вас здесь? Как настроение вообще? Все хорошо. Угощаем людей чаем, конфетками. Всех с праздником. Хорошего настроения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно.ТВ.